Алло. 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 Слышите меня? Да, я вас слышу. Алло. Елену Львову телефону позовите. Ой-ой-ой, сейчас не получится, она спустилась в лабораторную комнату. Куда она спустилась? В лабораторную комнату. А вы кем приходитесь? Как это? Ну ее подчиненные, она наш руководитель. Да, а почему же вы отвечаете по ее телефону? А как вы что, в лабораторную комнату просто так, там знаете, стерильная комната, там надо все лишнее. Как в космос, знаете. Космос, там вот ничего, там даже нижнее белье заставляют снимать. Деваем желтые комбинезоны, пошли. Телефон она оставила на верхшстаке. Естественно, поручила мне отвечать на все звонки. Нормально. Позвольте представиться, звонок из банка Тиньков, юридический отдел. Меня зовут Александр Александрович. Очень приятно, Саша, очень приятно. Я вас слышу. Вас как зовут? Меня зовут Гермес Адольфович. А Елена Львовна сама когда теперь будет? Так, ну смотрите, она пошла в стерильную комнату, лабораторию, ну лаборатория, проще говоря. И она там сейчас будет, ну проведет какое-то время. Она у нас странная женщина, мы всегда поражаемся ее преданности науке. Дело в том, что она, как, вот знаете, среди ученых есть такие индивидуумы, которые сами на себе эксперименты ставят. Так вот она сама на себе ставит эксперименты. То ли ей зайчиков жалко, то ли мышек она заляет. Очень сложно комментировать. Она уже волосы все потеряла. Даже под мышками ничего не осталось. Мы им говорим, пожалуйста, вам еще руководить и руководить отделом. А она нет. Вот она сейчас пошла, потом у нее будет реабилитационный период. Я думаю, часа через 24, может быть 48, как медики разрешат, она начнет в себя приходить. Не раньше. Давайте я передам. Она мне доверяет, я любую информацию готов. Впитать, что называется, и передать своему руководителю. А говорите, а чем она там вообще занимается? О, ну научные эксперименты. Научные эксперименты, как вы думали, что еще может быть в лаборатории? Конкретно, что там делается? Ну сейчас излучение она испытывает определенного спектрального анализа. Я не знаю, если вы... А вы, молодой человек, Саша, а вы можете продискутировать на эту тему? Я, проще, очень редко встречаю в своей жизни людей, подкованных в плане химии, физики, ну точных науках. Что у вас образование позволяет, если я вам скажу формулу гамма-излучения, вы сможете анализировать ее и каким-то образом со мной поддержать разговор, с чем занимается. Ну, стоят аппаратуры, она включается в определенный момент времени, ультразвук, все дела. Как говорят сейчас, модно говорить, все дела. Да, и после этого идет, скажем так, негативное воздействие на организм. И наш руководитель, скажу я вам, уже, в общем-то, ни о чем не понимает. И так. Я бы на вашем месте, наверное, отказался от каких-либо разговоров с ней в ближайшие 48 часов, потому что она такая неадекватная. Она сексуально возбужденная приходит. Таких опытов мы от нее, знаете, как сейчас модно говорить, щемимся по углам. Ой, женщина она такая еще. Да-да-да, вы что-то хотели сказать, скажите? Скажите, а там кто-нибудь кроме вас еще есть, с кем могу пообщаться? О, да, кроме меня, ну, пока. А почему, чем не устраиваю я вас? Да я думаю, что-то не стоит нам дальше вести разговор. О, ну это ваш выбор, Александр. Это ваш выбор, дело в том, что я мог бы все передать, но я не могу сейчас никому. Она сказала, Гермес, если будут звонить, бей трубку, и я тебе делегирую все возможное в этом случае. Поэтому передать информацию, сообщить. Вы, наверное, наш клиент, да? Да нет, наоборот, это она наш клиент. А, она наш, ваш клиент. А, ну да, мы припой, материал там, да, закупаем, припойный материал. Как ваша организация называется? Ну я же вам говорил, Пеньков Банк. Пенька, как, подождите, Пеньков Банк? От слова пенек? Смешное какое название. Пеньков Банк. Такое ощущение, что пеньки-пеньки. Ха-ха-ха, Пеньков. Я не слышал никогда такого среди наших. А, это мы ваши клиенты? Вы припой продаете, да? Ну тогда бы назвались как-то посерьезнее, там, я не знаю, формулу химическую, как Пеньков. От слова пеньки, ни больше, ни меньше. Ха-ха-ха-ха. Ой, простите, я веселый человек. Я просто, знаете, нервный немножко, потому что я знаю, что, кстати, 24, она вернется из лабораторной комнаты, и я тут один. И мне придется ее ублажать. Хух, она, знаете, после этого гамма-излучения, сама не своя. Ой, это да, я бы вам не советовал, не советовал даже с ней встречаться, а не то, что говорить. Она таким голосом начинает говорить, ох, иди ко мне, мой дорогой, ох, какой я ей дорогой, какой я ей дорогой. Вот сами подумайте, я просто уже человек в возрасте, она мне говорит, иди ко мне, мой дорогой. Вот прям, я даже не могу выразить вам словами. И потом начинается. А вес у нее 120 килограмм, хочу я вам сообщить. Вы понимаете, что меня ждет? Поэтому, да, я такого... Вы не правы, вот здесь вот вы не правы. У нее далеко не 120 килограмм веса, почему обманываете? Она, знаете, за год, она была на моих глазах, меняла, она структуру своего тела, она меняла до неузнаваемости. Это и пышная шевелюра, и полностью отсутствие волос. Это опыты, это я вам скажу то еще дело. Ладно, Гермес, в общем, вы уже что-то, по-моему, не в то русло у вас... О, почему вы мне решили, ты говорить? Да, до свидания, Гермес. Ты? Разве вам кто-то разрешал так себя вести? Я натура ранимая. Я могу и постоять за себя, если уже на то пошло. И знаете, я в гневе, так скажем, неприятен. Я могу вас по телефону так на место поставить, что вы, малой человек, пожалеете о сегодняшнем дне. Хотите попробовать? Лучше, Гермес Адольфович, давайте вы сами с собой как-то попробуете это сделать. Не, сами с собой это вот там, вот это вы наверняка. Меня с самым с собой, я бы можете хотел, а сейчас придет мой руководитель, а мне не получится сам с собой, мне придется сам с ней. И никуда не подеваешься. А вот вы, коль употребляете такие выражения, наверное, вам всю жизнь приходится сам с собой, да? Скажи, Алеша, Алеш, я же тебя предупреждал, что я распоясаюсь. Я сейчас начну над тобой глумиться. Вот скажи, у тебя есть девушка? Алло. Леш, что, в тупик поставил я тебя? Эй. Алло. Алеша. Девушки нет у тебя? Значит, ты дречишь. Это точно. А что тебе еще остается с такой работой? Работаешь у Пенькова, сам Пенек. Остается только доречить. Ну что ж, поделаешь. Придется. Если что, звони, пообщаемся. Да? Алло. Алеша, а? Алеша.